Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Утром по дороге на работу помощник частного детектива Фёдор встретил свою знакомую Соню Алексееву. Снимочек Соньки на память. Вот я, всем привет. Куда вещи класть? Картина Репина не ждали. Слушай, Сонь, тут Артём Веронику вместо тебя пригласил, и места для твоих вещей уже нет. Немного места не надо, можно переложить, я с краешку. Нельзя вещи перекладывать, нельзя. Ну куда её брать? Мы же все парами едем. Чего она там будет делать? Свечку держать? Нужно было соображать, прежде чем звать эту Кикимору. Артём, ну скажи им, ты же сам позвал. Ладно, всё. Поконим. Да ладно, Соня, подумаешь поход, в следующий раз поедешь. Это я Кикимора? Нет, я ведьма. Я вас всех проклинаю. И у вас всё будет плохо в этом походе и вообще всегда. Поехали уже, дурдом. Соня, Соня, перестань, ладно. Не расстраивайся, не расстраивайся. Будут ещё у тебя в жизни и походы, и мальчики. Да и хорошо, что с ним не поехала. Какие они друзья после всего этого. А я просила, унижалась, проклятие кричала. Обидно. Не выкинули меня, как лишнюю вещь. Рюкзаки важнее. Плюнь ты на них. Давай в кино лучше сходим. Я через пару дней с делами раскидаюсь и сходим. Давай? Давай. Ну вот, отлично. Пойдём. Через несколько дней Фёдор позвонил Соне и пригласил в кино. Они договорились встретиться, но в назначенное время девушка не пришла. Во дворе дома Фёдор увидел Соню и её подругу Иру Скворцову. Ты порчу нагнала. Вся поездка наперекосяк пошла. Дима руку вывихнул. Артём в дерево врезался. Машину сломал. Хорошо, сами целы остались. Мало тебе. Ир, ну я же просто сказала. Всё равно все твои проклятия против себя самой обернутся. Так и знай, так всегда бывает. Ир, ну я не умею проклинать. Я не знаю, как ей объяснить. Да никак. Кто не хочет слышать, тот не услышит. Ты прости, я к тебе шла, она на меня набросилась. Да ничего. На следующий сеанс успеем. Пойдём. После фильма Фёдор проводил Соню до дома. Ой, ребят! Ты подожди, или ты домой иди. Я с Костиком хотела поговорить. Ну вот ты ж не думал, что тебе захочется с ними разговаривать. Не, ну Костя хороший, он не такой. Он рок-музыкант, в рок-группе играет. Мы с ним с самого детского сада знакомы. Мы даже на горшках рядом сидели. А как тебя друг детства обидел, ты уже забыла, да? Нет, ну иди, конечно, поговори. Ну я здесь подожду, ладно? Мало ли что, на всякий случай. Привет, ребят! Здорово. Тебе сигареты засунули. Твой парень? Да нет, ты просто старый знакомый. А платье-то новое надела. Нравится? Весёленькое. Даже через чух. Что? В туфли попало что-то. Садись. Короче, ребят, ждите моего звонка и потестим. Не вопрос? Окей. Давай. Пока. Привет знакомому. Соня, да плюнь. Ну вообще, ты прости нас за ту историю. Ну, с походом. И за ведьму тоже. Ну конечно. Пока. Счастливо. Ну вот, Костик извинился за эту историю. Он вовсе не считает меня ведьмой. Так что это всё рукиной фантазией. Эй, Сонь, ты у меня деньги из сумки не брала случайно? Какие деньги? Ребята собрали на новую аппаратуру. Завтра должен был за ней ехать. Да я даже не знала, что там деньги лежат. Ну ты же скажи ему, ты же всё видел. Он, между прочим, работает в детективном агентстве. Она у меня деньги украла. Повторяю, только что были на месте. Покажи мне свою сумку. Эй, эй, приятель. Тебе больше ничего не показать, нет? Соня, зайди завтра ко мне в офис. Давай вали отсюда. Сейчас тебе устрою украла. Тебе это даром не пройдёт, ведьма. На следующий день Соня пришла к детективам в офис. Вот та самая Соня, про которую я вам рассказывал. Здравствуйте, Соня. Меня зовут Игорь Петрович. А вы та самая девушка, которую ведьмы считают? Опять что-то случилось? Ирка, она совсем свихнулась. Затащила меня к себе, заперла и целый день не выпускала. Так, ну-ка, Соня, присядь и всё подробно расскажи. Я встретила её у подъезда. И она уговорила меня зайти к ней домой. Что случилось? Что ты делаешь? А ты сама не знаешь? Димка меня бросил, вот что. Ну не расстраивайся, может вы просто поссорились? Нет, не просто. Это всё из-за твоего проклятия, ведьма. Ну перестань, пожалуйста. Это ты перестань. Хватит на людей порчу наводить. Навела, теперь снимай. Да как я сниму? Ты сама должна знать как. Сонечка, рыбка, ну пожалуйста. Что я теперь без Димки буду делать? Я тебе клянусь, я проклинать не умею. Порчу снимать тоже не могу. Знаю, как ты не умеешь. Не хочешь по-хорошему? Заставим. Будешь тут сидеть, пока своё проклятие не снимешь. Пока Димка ко мне не вернётся. Ир, ну что ты делаешь? Перестань, ради бога, да и какая я не ведьма. Потом она ушла, я осталась одна в заперти. Телефон в прихожей. Даже в туалет не выйти. А вы говорите, ведьма. Посмотри, посмотри, что случилось, вредительница. Ну и ужас какой, Ирка, а кто это сделал? Кто? Ты ещё спрашиваешь? Твоя работа. Ну как бы я это сделала? Я здесь сидела, ты сама меня заперла. Ну как бы я твоё платье достала? Не знаю, на расстоянии сглазила. Интересно придумал, а? Всё списать на проклятие. И украденные деньги, испорченное платье. Самое главное, что никто ничего, воров не ищут, ничего не делается. Колдовство во всём виновата. Но вы-то мне верите? То, что вы не наводили порчу на своих друзей, я безусловно верю. А вот кража денег, это обвинение серьёзное. Ну так помогите мне. А то ребята будут думать, что это я всё сделала. А я ведь ничего не брала. Ну что ж, конечно, постараемся помочь. Для этого вы здесь. Ну хорошо, мне пора. Пойдём, я провожу. На следующий день детектив и помощник продолжили расследование загадочного преступления. Платье порезали так, для виду, понимаешь, чтобы создать иллюзию цепочки каких-то с несчастьем. А на самом-то деле, я думаю, конечная цель – это деньги музыканта. Согласись, пять тысяч для молодёжи – это довольно приличная сумма. Это и для меня неплохая сумма. Кстати, Костя мог прибрать всё и сам. А своим друзьям-музыкантам сказать, что украли или на ведьму всё свалить? Не исключено. Во всяком случае, под подозрение попадают все, кто был в походе. Все, кто слышал Сонину проклятие. Да, нас всего трое. Нам надо грамотно распределить свои силы. Вот что, Фёдор. А давай-ка ты начинай наблюдение за Дмитрием. Почему именно за ним? Да ты знаешь, как-то не нравится мне его травмированная рука. Думаю, это симулирует. Интересно. Ну что ж, хорошо. Выполняя задание детектива, Фёдор установил за Дмитрием непрерывное наблюдение. Что, если случилось? Может, какие-то скрытые повреждения на односервис гнать? Ты что, её даже на проверку не возил? А какие шиши? Я бы после этого похода вообще понадобил. Ладно, давай я посмотрю. Вот только рука заживёт, ладно? Я как-то летом месяца три в сервисе работал. Может, смогу и постребонтам помочь. Ты мне лучше помоги материально. Тём, ну ты же знаешь, что официантов с одной рукой не берут. То есть денег у тебя нет. Придумаем что-нибудь. Ладно, не парься. Сам придумаю, в первый раз, что ли. Давай, на руки бандиты. Тем временем помощница Лена познакомилась с музыкантом Костей. Извините, надо желание загадать. Зачем? Ну, говорят, что если два человека одновременно одно и то же слово произносят, надо желание загадать, оно сбудется. И вы в это верите? Я да, а вы? Ну, я не верю. Ерунда всё это примет и проклятья. Зря, по-моему, это не ерунда. А вы в этом доме живёте? Я-то да, а ты не здешняя. Можно на ты? Да, конечно. У меня просто подруга тут живёт, и договорились встретиться, а что-то нет её и нет. А как зовут? У меня Лена, а тебя? Константин, ну я вообще-то имел в виду, как подругу зовут. Просто я вырос в этом дворе, может, знакомая. Подругу Кристину зовут? Не, не знаю. Слушай, а ты правда считаешь, что все эти суеверия не ерунда? Ну, раз люди верят, значит, что-то в этом есть. Ну, я вот не верю. Хотя у меня сейчас в жизни чёрная полоса, как будто правда кто-то сглазил. Бывает. Да никто не сглазил, никакие проклятия тут ни при чём. Просто человек, которому я доверял, решил меня проучить, наказать. И, между прочим, правильно решил. Ну что, наверное, есть за что. Я с этим человеком нехорошо поступил. Некрасиво. Но то, что она сделала, это вообще беспредел. Ей это даром не пройдёт. Помощник детектива Фёдор стал свидетелем ссоры своей приятельницы Сони Алексеевой и её друзей. Обидевшись на ребят, девушка заявила, что проклинает их. Сразу после этого с участниками конфликта стали происходить разные несчастья. Подруги решили, что Соня всерьёз навела на них порчу, а музыкант Костя обвинил её в краже денег. Соня попросила детективов разобраться в этой ситуации. Следствие продолжается. А мне кажется, что в краже замешан Артём. Он сегодня занимал у Димы деньги на ремонт автомобиля, но просил как-то издевательски. Знаете, как человек, у которого деньги есть, а он просто проверяет друга на вшивость. Мы ещё очень мало знаем. Надо собирать информацию. Да, кстати, про Веронику кое-что выяснил. У неё отец ректор института, в котором учатся Артём и Дима. А, ну, завидная невеста. Ещё какая. Да, кстати, оба парня через год закачивают институт. Если не поступят в аспирантуру, загремят в армию. Ну, теперь понятно, почему Артём так легко забыл о Соне, как только Вероника согласилась с ними поехать. Ну, к тому же Вероника первая красавица в институте. У меня другое интересно. Почему с ней ничего не случилось? В каком смысле? Ну, как в каком смысле? Если было проклятие, да? Значит, смотри. Вероника поехала в поход вместо Сони. Веронику пригласил Артём, которому Соня неравнодушна. Здесь, как говорится, и соперничество, и месть, что угодно может быть. В первую очередь, от проклятия должна была пострадать Вероника. А этого не произошло. Вы это серьёзно, о проклятии? Причём здесь проклятие? Я тебе пытаюсь объяснить логику злодея, который всё это задумал, чтобы подставить Соню, замутить воду и потянуть время. Понимаешь, он должен по этой самой логике был в первую очередь вред причинить Веронике. А он этого не сделал? Ну, может быть, потому что она не из их компании, и он не смог до неё добраться? Да нет, скорее всего, потому что он к ней хорошо относится. А, ну, значит, как я и думал, это Артём. Подожди, делать вывод. Я думаю, сначала надо поговорить с самой Вероникой. В назначенное время Лукин встретился с Вероникой. Это так интересно. Так о чём вы хотели со мной поговорить? О походе, в который ты недавно ходила с ребятами. О походе? Разве это поход, тоска зелёная? Если бы я знала, какие там комары... Бр... Вероника, скажи, а в походе кто-нибудь проявлял к тебе повышенное внимание? Ну, или только Артём, который тебя пригласил? Я понимаю, что это звучит нескромно, но... Ну да, ты привыкла, что все молодые люди проявляют тебе повышенное внимание. Ну, примерно так. Скажи, пожалуйста, а кто-нибудь, ну, изъявил желание продолжить общение после похода? Да, я как-то в походе проговорилась о том, что я хотела бы поехать на какой-нибудь модный курорт. Но не знаю, куда и с кем. И в тот же день... Вероник, помоги, пожалуйста. Слушай, я... Давай, может, вместе поедем, а? Куда поедем? Ну, на курорт, как ты хотела, за границу. Ты не думай, деньги у меня есть, много денег. Ну, не знаю, Кость, посмотрим. Когда мы уже вернулись, Кость снова позвонил мне и спросил, хочу ли я с ним поехать. Я сказала, что подумаю. После этого он больше не появлялся. Понятно. Вероника, вот тебе у него визитка. Если он еще раз позвонит, сообщи мне, пожалуйста. То есть я буду участвовать в расследовании? А в расследовании чего? Ну, дело в воровстве и черной магии. Жуть, как интересно. Я верю, там во всякие привороты, сновидения. А Сонька, правда, ведьма? А вот в этом мы вместе с тобой и разберемся. Здорово. Ну, я позвоню, если что. Поездка на модный курорт с такой девушкой, как Вероника, ну, обошлась бы Косте в приличную сумму денег. То есть он решил обокрасть, обмануть друзей, оставить группу без аппаратуры? А как же любовь к музыке? Ну, знаешь ли, иногда просто любовь оказывается сильнее. Ну, только после этого-то он Веронике не звонил. Видимо, совесть у него проснулся. Я думаю, еще позвонит. Он же только что инсценировал пропажу денег. Так что затаился на время. А вот он говорил мне, это, наверное, черная полоса в жизни. И говорит, она, то есть Соня, очень нехорошо с ним поступила, предала. Да, как это? Ну, перед тобой он тоже мог разыгрывать жертву. Меня вот что интересует, как там Соня. Поэтому, Федор, ты иногда проверяй, что с ней и как. Алло, Соня, привет. Это Федор, да. Я тут мимо твоего дома проезжал, вот решил узнать, все ли у тебя в порядке. Привет, все хорошо. Я думаю, я уже никуда выходить не буду. Ага. Ой, мамочки, во дворе, кажется, ведьму жгут. Да ты что, где? А, все, вижу. Перезвоню. Да ну стоим, петиция хренова! Отцепись! Не отцеплюсь. Пойдем-ка поговорим с тобой. Игорь Петрович, я тут охотника на ведьм поймал. Хотите посмотреть? Через некоторое время на место происшествия приехал Игорь Петрович. Да что я сделал? Просто припугнуть хотел, чтобы она деньги вернула. Какие деньги? Те, которые ребята на аппаратуру собирали. Пять тысяч. Ну, помнишь, я их искал, когда вы во дворе торчали. Значит, ты думаешь, что эти деньги Соня взяла? Конечно, Соня. Решила отомстить за то, что мы ее в поход не... Ты сам с Вероникой на курорт ехать. Уж не на эти ли деньги, а? Разнюхали? Хорошо работаете. Ну, ладно. Да, я хотел прикарманить эти деньги, чтобы оторваться с Вероникой. Ну, такая девчонка, ну один раз же живем. И подставить Соню, да? Да никого я не хотел подставлять. Не успел я их прикарманить. Слушай, а ты там во дворе сидел с Димой, с Артемом. Они не могли эти деньги свистнуть? Да нет, не могли. Мы с ребятами целый день мотались. И по магазинам, и на улице. Сто раз могли бы достать, я бы на уличных карманников подумал. Нет, во дворе точно были на месте. Потом все. Значит, ты хотел денежки присвоить, обстоять все таким образом, как будто бы их украли. А их-то на самом деле украли, а? Ну да. Так что отдохнул я с девушкой, на курорт съездил, и аппаратуру купил. Короче, кругом повезло. И от Сони ты отстань, понял? Где уж не понять. И вообще пойду заявление в милицию напишу. Пусть менты мои деньги ищут. Достало все. Ну что, хорошая мысль. Только писать нам было заявление по горячим следам. А во время-то, парень, упустил. На следующий день детектив и помощник вели наблюдение за Дмитрием и Артемом. И бабок нужно немерено. Так она же на ходу. Да пока на ходу. Карбюратор может полететь со дня на день. А еще тормоза. С тормозами не шутят. И ты хочешь сказать, что это не проклятие? И ведьмы здесь ни при чем? Ты что, идиот? Или меня за идиот принимаешь? Какой проклятие к игре не фене? Ты бабки гони. Потом устраивай свою охоту на ведьм. Я тебе уже все объяснял. Слушай, на твоих объяснениях далеко не уедешь. Они уже второй раз ругаются за каких-то денег. Артем требует отдать ему их. А Дима говорит, что у него их нет. Ну, я думаю, ясно, за каких денег. То есть, Дима совершил кражу денег, а Артем узнал об этом и теперь шантажирует его, да? Или они вместе договорились совершить кражу, а теперь Артем требует отдать ему свою долю, а Дима не хочет отдавать, так? Ну, я думаю, деньги-то ему самому нужны. А, я понял, Игорь Петрович. Договорились, что Дима совершит кражу, но Артем его опередил. И теперь так настойчиво требует свою долю, чтобы снять с себя подозрение. Ну что, не исключено. Не исключено. Так, все, кажется, они закончили. Расходятся. Так, все, Артем пошел к своей машине. Значит, Федор, давай, ты за Дмитрием, я за Артемом. Будем на связи. Лукин вел слежку за Артемом, когда ему неожиданно позвонила Вероника и сообщила, что снова получила приглашение поехать на курорт. Так, что, прям так и сказал, хоть сейчас? Ну, сделай вид, что ты согласна. А, так вы уже договорились. И тур даже выбрали. Ну, молодцы. А, то есть ты, конечно, молодец. Хорошо, держи меня в курсе. Угу. Спасибо. Сразу после Вероники детективу позвонила Соня. Да. Да, Соня, слушаю. Я тоже догадываюсь, кто взял деньги. Конечно, я согласен обменяться мнениями. Так. Ну, ты сейчас где? Ты вот что, ты успокойся. Позвони Лене, она тебя проводит. А с тобой мы свяжемся чуть попозже. Все, отбой. Друзья обвиняют Соню Алексееву в том, что она навела на них порчу и украла деньги, собранные на аппаратуру. Детективы берутся за расследование этого мистического дела и выясняют, что Костя сам хотел присвоить деньги, чтобы поехать на курорт с красавицей Вероникой. Но деньги неожиданно исчезли. Под подозрение попадают Костины друзья, Дима и Артем. Следствие продолжается. Соня позвонила Лене, и они договорились встретиться. Ты что, совсем охренела она, ракоманка долбанная? Под колесо кидаться? Да ты что, ты что под машину бросаешься? Меня толкнули. Толкнули? Откуда? Отсюда. Так, стой на месте, стой на месте, никуда не уходи, я сейчас приду. Девушка, вы не видели здесь? Я никого не видела, и видеть больше никого не хочу в этой жизни. Стоп, где я ее видела, а? Черт, это Сонина подруга. Соня! Соня! Черт. Что ж такое, батарея у нее, что ли, села? Федь, ты где? Я на улице Багратиона. Мне Игорь Петрович велел Диму упасти. Он здесь машину бросил. Черт, я не знаю, как сквозь землю провалился. Так, я здесь рядом. Подожди меня, пожалуйста, сейчас буду. Наблюдение за Артемом привело Лукина в парк на окраине города. Молодой человек занимался физкультурой. Детектив уже собирался уходить, но в парке появились Соня и Ира. Он говорит, убирайся, не лезь в мои дела. Ты что, меня выслеживаешь? Мы сейчас все ему расскажем. Расскажем? Мне что, от этого легче? Артем! Привет, что случилось? Хотела тебе кое-что сказать. Здесь я уже была, неинтересно. Выбирай, что хочешь. Любое море брошь к твоим ногам. Прямо таки любое. Не волнуйся, денег у меня хватает. Все-таки ты ведьма. Не оказалось бы тебя рядом, ничего бы этого не случилось. Не дури. Это все? А вот и не все. Потом я сам столкнулась в парке. Он бежит как ненормально, никого не замечает. Я ему просто говорю, Дим, привет, говорю, как дела. Он, убирайся. На самом деле, все. Я просто хотела тебе сказать, чтобы ты не доверял Веронике. Она тебя не любит. Так, понятно. Мне сейчас срочно нужно в город. Если хотите, вас с собой подброшу. Конечно, хотим. Давай. Помощники дождались Диму у его машины и стали за ним следить. Он тоже приехал в парк на окраине города. Смотри, как под машину полез. Это же машина Артема. Что он там делает? Понятия не имею. Подожди, что в машине впереди снизу важного находится? Ну что, что там впереди важного? Тормозной шланг, например. Черт! Он же разбирается, он же в автосервисе работал. Игорь Петрович. Да, Федор. Я тоже. Да не волнуйся, не волнуйся. Главное, его не упусти. Все. Я понял. Пошли. Артем, Артем, подождите. Давайте ко мне в машину, я вам по дороге все объясню. Давайте, давайте, давайте. Переодеться. По дороге переоденешься. По дороге к дому Дмитрия детектив рассказал ребятам всю информацию. Ты не хочешь мне долг отдать? На, подавись своими деньгами. Это не мои деньги. Деньги Кости. Подними их, верни владельцу. Я их для тебя брал, чтоб тебе долг отдать. Все равно Костя хотел с Вероникой на море умахнуть. Так ты должен был Артему крупную сумму денег? Да. В институте хвосты были, пришлось преподу взятку давать. Косте в тот момент сделали подарок на день рождения родителей. Подумал, заработаю, отдам. А тут руку вывихнул в походе. Ну да, зато в походе ты сообразил, как можно достать деньги, не работая. И Соню подставить, и приправить ее до ведьминым проклятием. Да, слышал я, как Костя к Веронике подкатывает. Вот решил, что лучшие бабки достанутся Артему. А потом, когда Тёма машину стукнул, я руку вывихнул. Мол, проклятие сглазили. Вот и решил, что надо дать топиум для народа, использовать в мирных целях. То есть ты, как Робин Гуд, решил украсть деньги у неблагородного Костика и отдать их своему лучшему другу. То есть мне? А что ж не отдал-то? Потому что влюбился. Еще в институте на нее смотрел с открытым томом. Боялся подойти к ней. Потом завидовал тебе, что она с тобой в походе. Потом подумал, что у меня в кармане куча денег и могу сам улететь на море с самой лучшей девушкой в мире. Только Соня видела вас около витрины турагентства, а ты испугался. Толкнул ее под машину. Ну да, ты понимал, что Соня обо всем догадывается. Она все рассказала Ире, потом Артем. Артем-то сразу все понял. И потом ты решил избавиться от всех проблем сразу и перерезал тормозной шланг, да, в машине у Артема? Что? Ничего я не резал. У нас есть все фотографии с места происшествия. Да, боже мой, Димка, ты решил угробить нас всех, меня и девчонок из-за каких-то пяти тысяч. Маленькая жадная сволочь. Да нет, Артем, Дима считал по-другому. Пять тысяч, конечно, не бог весть какие деньги, но дело не в этом. Если бы стал известен факт кражи, то, как говорится, прощай доброе имя, любимая девушка, ну и прощай выгодный брак. А мое платье тоже ты разрезал? Зачем? А у него были ключи от твоей квартиры. Он порезал твое платье, чтобы было побольше разговоров про ведьминопроклятие. Бандит! Убийца! Тебя не убивал никого? Да нет, как раз Ирина права. Теперь предстоит обвинение в покушении на убийство. Дмитрия приговорили к пяти годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии общего режима. Артем и Соня подали заявление в ЗАГС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова